Считается, что очень удобное время призывать людей к покаянию у гроба близкого. Я имею опыт и скажу, что не совсем это благоприятное время. Люди заняты другим сейчас. Как правильно провести это время, похоронить, родственники торопятся. Видите, приехал его класс, спрашивает завтра, как, что будет, какой порядок. Поэтому человеку говоришь, а он ничего не слышит. Как во время венчания. Венчание, ты слышал, что батюшка тебе говорит? Я ничего, я думал, только не упасть, чтобы. Это громкий зов. Мы слышали из Евангелия от Луки воскресное евангельское чтение. Как ученики встретили Христа и не узнали его. И Христос, написано, упрекал их за неверие апостолов. И сказал, не так ли написано. И перечисляет в псалмах, пророках и в законе. Вот куда надо смотреть. Если мы верим, что так написано во всей Библии, что Христос воскрес из мертвых, а Павел говорит, если он воскрес, то и нас воскресит. И поэтому смерти нет. Если нас воскресит, какая смерть? Это временное состояние человека спи. Неоднократно в Библии встречаем о том, что смерть называется сном. Друг наш Лазар уснул. А ученики думали об обыкновенном сне. Господь говорит, иду разбудить, и будет побудка. Вот когда спят солдаты, труба, тревога. Так будет Архангель при последней трубе, ибо восклюбит, и мертвые восстанут. И дальше говорит к сломантистам апостол Павел. Вот почему премудрый Сирах говорит такие слова. Помни последний день, и вовек не согрешишь. Перед нами лежит молодой юноша, лет 15. Звать его Иосиф в переводе с еврейского означает преумножитель. Он ничего не умножил. У евреев означало, что будет много детей, а размножишься, расширишь территорию, завоюешь. Дарованное от Бога. Он ничего не успел сделать. Но он уже умножил, оправдал свое имя. Приехал его в класс. Он умножил наши слезы. Мы плакали. Это потрясение. Он при жизни этого не смог сделать, что сделал в смертный час. В Библии написано так. И согрешил дом, и перечисляется Аса. И Бог решил погубить его. Только один юноша, молодой, совсем молодой, умер. Ибо Бог в нем нашел что-то доброе. Ведь вот как можно рассуждать. Что мы стоящие недостойные той участи, которую получил этот юноша. Я не утверждаю. Я говорю, что вывод из Библии очень четкий. За Бога нам нельзя решать. По какой причине? А это вот за это, а это вот за это. Это может и так, а может и не так. Когда у многострадального Иова в один день погибло семь сыновей и три дочери. Ни один сын. У тебя еще и сын, и дочь остались. И мало того, лучшие друзья пришли. И как они его упрекали вот за это. Тебя еще мало Бог наказал. Еще вот это надо тебе было сделать. Это светочки, ягодки, перели. И только Бог заговорил. Кто сей повращающий, говорящий слова, без смысла. Не говорить надо, а плакать. Один митрополит сказал такую пробу. Христос умер, будем плакать. Страстная пятница. Христос умер и воскрес, будем радоваться. И поэтому, премудрый Соломон, испытав все радости жизни, перечисляет в их хрисиатство. Я, говорит, нашел, что день смерти лучше дня рождения. Вы можете этот лозунг вывесить в интернете, в газетах. И никто не поверит, кроме верующих. И верующим еще не все в это поверят. Чего убивать? Мы сейчас слышали пробуете Анна Златоуста. Умер молодой юноша. Бог восхитил его. Что его ждало впереди? Откуда мы знаем? А ведь мы даже не молились о том, что Бог его воскресил. А нам это не запрещено. Вот вообразите себе, что мы христиане. И Христос говорит, верующий у меня совершит больше. Апостолы. Написано, воскрешали мертвых яны. Хромой встал. Дайте, Тарифу воскресил. Но мы, дети Божьи, мы можем поднять руки сейчас и вопиять. Господи, поставь Иосифа. Собери ему кости все вместе. Сделаем ему сердце новое. Но в конце бы мы услышали. И он вырастет безбожником. И он не будет знать Бога. Бог-то знает, мы не знаем. Согласились ли мы молиться об этом? И как просить у Бога, когда конечный результат от нас закрытый? Мы должны, написано, не настаивать на своем, а благодарить Бога. Трудно. И особенно трудно тому, по чьей веще случается несчастье. Ему нужно утешение сегодня больше, чем мертвому. У нас принято молиться о мертвых. Но все это в неопределенности. Прямого повеления в Библии нет, что после смерти можно лучше изменить как-то. Мы молимся. И сегодня ночью около его гроба буду читать псалтырь. Я не пробую, как бы скажу, наставление маленькое дать, чтобы задумались мы об этом. Мы знали Иосифа с самого малого возраста. И в последний год у него было какое-то изменение. От меня очень трудно получить похвалу, все говорят. Но я даже приехал на дом, вызвал его с его младшим братом, и матери говорю, как он пасет. Классически. Точно. Перевел, а вес не погнал, потому что трудно переходить. Рассыпал стадо. Стоит собака. Посмотрите, я венок рассмотрю, душа не нарадуется. И при том не один раз. А те годы вот на месте. Крутят здесь, я ничего не мог сделать. Я не приду, помолюсь, молитва не может струбить. И вдруг что-то струнулось. Какие он вопросы задавал в последнее время, и мне. Поэтому не вонрабчите. Окажите молитвенную помощь родителям, родственникам. Но многострадальный Ио, поднимая перец к небу, вопрошал, за что, Господи? Он непрерывно и до конца, все 41 глава наполнены этим вопросом. Вот к этому я призываю. Не родители только самого себя. Что в этом мне Бог хочет сказать? Если я это не понял, то Слово Божие угрожает большим наказанием для того, кто был рядом. Кирвис и Дону отраднее будет, чем Капернауму, где Господь совершал это чудо. Я говорю о воскресении. Я имею такую веру, что если бы мы молились, силен Бог поставить его. Но надо или нет, мы не просим воли Божьей в таком случае. Меня из-за рубежа, из разных стран, Америка, Германия, по телефону сходят помолиться. Австралия, Скандинавия, Испания. Почему просите? Все, у вас молитвен, а мы слышали вашу молитву, Бог слышит. Какая-то молва. Да моя какая-то заслуга. У нас сегодня единственный сын на операцию идет, ребенок. Операция с сердцем очень тяжелая. И чего вы от меня хотите? Ну, чтобы... Я не об этом прошу. За вами я не прошу. Я прошу воли Божьей. Я прошу во имя Иисуса Христа, Распятого и Воскрешего. Если угодно тебе, Господи, воскреси его. А если не угодно, ребенок под ножом сегодня умрет. Вы согласны или нет, Богославик? Полная тишина на телефоне. Молиться или не молиться? Я сейчас буду молиться еще две минуты, он умрет. Я скажу, чтобы Бог открыл меня. Молиться или не молиться? Долго-долго молчат. Единственный наследник. Да чего вы Бога искушаете? Вы доверьтесь Богу. Это Бог нас посетил. Это горькая периода. Очень горькая. Но мы верим, что смерти нет. И он воскреснет. И мы будем вместе. И представьте, на суде Божьем, если он не спасется, он поднимет перст и скажет, они меня не учили. Они вот делали тот и тот. Я больше времени проводил телевизор, чем за Библией. Каково тогда будет? Что можно сделать сегодня, Господи? Сохрани оставшиеся. Нам нужно преобразовываться Бога с Божьей. Допись, чтобы у нас были счастливы, какие во Христе Иисусе. Не передавайте отчаяния. Слезы, это понятно. Ну и все на этом закончили. Никаких травмных дней быть не может у верщики. Иоанн Гатарус говорит, язычники насмехаются. А где ваша вера? Так же ревете, плачете, голос раскусило. Лесо сарафает, увы, на кого ты меня оставил? Бог. Он дал, и он взял. И он взял свое. На земле жило подсчитано примерно 100 миллиардов людей. Все умырли. Сегодня жило 7 миллиардов, и все умрут. Зачем противиться? Это Бог назначил. Правки, правки, правки. Мы все приговорены от смерти. То есть смертники не стоят. Не надо этому удивляться. Но это сегодня нам звонок. Приготовься. Потому что если не научились, то тем горше будет положение с нами. Я считаю в Священном Писании, в житиях святых, имея опыт жизни, и пришел к выводу, что просить у Бога почти ничего не надо. Да будет воля твоя. Мне хочется так. И я боюсь, если я получу, желаю, но справлюсь ли я с этим. Тебе с ним не совладать. 5 октября же есть святого Фомы, апостола. Он в Индии проповедовал. Молодые. И он отзывает их отдельно во время брака и говорит, вы не живите вместе. У вас дети будут больные. Очень злобные. С ними никакие органы не справятся. И вы пострадаете от них. Ему открыл Бог. Ну и что теперь? А я хочу. Вы знаете, письмо Люлеевой. Да, хочу. Пока за уже виситцем в петле, стал революционером. А если бы сказал, да будет воля твой ангел, поверуй крылом, и свяща погаснет. Свяща прообразовала его жизнь. Вы не думайте, что проповедники все кончились. Есть очень хороший проповедник. Старый петон проповедников. И имя ему смерть. Его нельзя кремлевскими заградительными отрядами задержать. Он ходит на дворцы к олигархам, к чемпионам. Он стучит в наше сердце сегодня этот проповедник. О, сегодня, а ты можешь завтра. Мы каждый раз уезжаем на благовестие. Завтра уезжаем за 250 километров. Мы просим. Молитесь. Мы не знаем, что будет. На пути у благовестия ничто не должно стоять. Мы не можем остаться, похоронить. Мы просились. Но он в нашем сердце и в наших молитвах. Он собрал нас сегодня напомнить о самом важном. Мы многое в жизни испытали. Мы родились такой-то год и черта. За чертой дата не стоит. Но на эту дату мы где-то наткнемся. Дата, число, месяц и год. И в этот год находят люди, которые записывают в дневнике. Какое-то у человека бывает как стряска какая на стыке. Он не понимает, что со мной такое. Какой-то сон видел, что-то в голове. Это тот день, в который он умрет. Это всех нас ожидает. И поэтому, Господи, я не знаю, когда этот день будет. Что со мной? Помоги мне выйти на стрюши с полным сосудом елея. Благодатных дел, соделанных с любовью в Духе Святого. Иосиф, в последний год, повторяю, как Пушкин оставил пример. Пушкин жил жизнь грешную. Но в последний год у него Евангелие было на столе. Его жизнь как-то внезапно стала преображаться. И Бог судит не по первому, а по последнему. Если всю жизнь сделал злое, в конце будешь добро, Бог говорит, помянет добро. Всю жизнь сделал добро, в конце совратился человек, по последним дням судит. У меня неправда, говорит Господь. Да благословит Господь путь души его. Мы в это верим. Что три дня душа находится при теле. Так нас научили. Доказать мы ничего не можем. И сорок дней она идет по неизримым мытарствам. Отвечать будет за язык, за выпивку, за карты, за все, что есть там. Двадцать мытарств. Сорок дней. Повторяю, в Библии этого ничего нет. Это житие Василия Нового, Феодора Цареврадского. Но мы православные. Нам худо от этого не будет, что мы верим. Творить милость незаповеданно. Я наказал, как меня хоронить, чтобы со мной было заламинированный Новый Завет и на кресте Новый Завет. И написано, кто желает, я хочу из гроба проповедовать. И чтобы никаких растрат не было. Этот проповедник, который называется смерть, вошел и постучался к нам сегодня. Видите, приехали родственники, которые у нас редко бывают, для них это тоже урок, чтобы и они готовились к этому. Он молодой, совершил свой путь. А где он будет это, откроет только вечность. У нас у православных принято молиться. Мы молимся такими словами. Упокой Господи душу, новопрестально арабатывай его, Иосифа. Ибо житие семь, он как человек согрешил. Ибо нет человека, жившего на земле, не согрешившего. И прости ему грехи, вольные и невольные. И Царству Небесному причти. Потому что мы верим, что любовь не оканчивается смертью. Она безгранична. И мы верим, что у человека душа. И души праведников, убиенные за Христа, вопиют под жертвенника. Мы приступили к духам праведников, достигших совершенства. Возблагодарим в краткой молитве сей Бога, чтобы душа Его была в руке Господней, как евреи говорят, завязана в узел у Него, чтобы сатана не похитил ее. Потому что все решает Господь на суде Божьем и сегодня. Аминь. Проходите. Спокойно. 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 ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ